На небе. Бог спросил однажды. Не повторял Он это дважды, звучал на небе Божий глаз. Звучал один всего лишь раз. На землю кто из нас пойдет, и там загрешный люд умрет. Оставить надо славу, трон, поставить жизнь свою на ком. И Божий сын сказал, отец, я знаю, люди твой венец, ты их творил для твоей славы, они перед тобой неправы, но ты их любишь без конца. Готов послушаться отца, оставлю славу я свою и твою волю сотворю. Ну что мог отец тогда сказать, я должен сын тебя послать, людей ты примиришь со мной, тебя отдам на смертный бой. В 400 лет небо молчало. В молчании своем так сильно кричало, служение в храме почти запустили, и люди от Бога сердце закрыли. И вот в такое запустение явилось новое явление, родился младенец, назвали Иисус, и слава у всех срывалась из уст. Пришел на землю, воплотился, в хлеву, не во дворце Иисус родился. На удивление всем он рос, а у людей звучал один вопрос, он тот, а может ждать другого? Должно исполниться же Божье Слово, что в мир придет пророк Мессия служить, он будет в Божьей силе, он царство на земле восставит, Израиль и свой народ прославит. Иисус через время начал служить, бедным и нищим благотворить, с больными молился, хлеб раздавал, и мертвых порой он воскрешал. Не видели люди такого от века, чтоб мертвого Бог воскресил человека? Я думал, пришло наконец утешение, и в храме не будет уже запустения, Бог на себя всю заботу возьмет, а голод и горе из жизни уйдет. Я долгое время за Иисусом ходил, но близко к Нему не подходил, многое видел, не все понимал, а в жизни своей ничего не менял. И вот случилось то, что не ждали. Иисуса вдруг арестовали. За что? Зачем? Почему? Я до сих пор так не пойму, но как же так? Ведь с Ним же был Бог, но почему же не помог? Ну как же так, Иисус, скажи, ну врагов своих ты накажи, ты столько милости явил, а мир тебе чем отплатил? Я помню, ночь совсем не спал, вопросы на ответ искал. Хотел Иисуса повстречать, вопросы, чтоб Ему задать. Зачем? Иисус, ты к нам пришел, зачем здесь смерть свою нашел? Тебя распяли, умертвили, в саду во гробе положили. Я по Израилю ходил, ответов все не находил. Был на Голгофе, у Христа в могиле, было на пустах. Никто не может дать ответа. Ну как понять, принять все это? Мы ждали твоего прихода, а в жизни нашей нету всхода. Я думал, мир ты восстановишь и сердце радостью наполнишь. Но голод есть. И есть нужда. Скажи мне, Боже, идти куда? Бежал я, помню, спотыкался. И вдруг с Иисусом повстречался. В глазах Его, как отражение, увидел я предназначение. И Он сказал, а чего вы ждете? А к людям почему вы не идете? Ведь столько горя на земле, весь мир находится во зле. Без хлеба дети умирают, и многие об этом знают. Убийство, рабство, соблазь, месть, разврат, коварство, это есть. Вы от меня чего-то ждете? Хотя в достатке все живете. Да, горе есть, есть нужда. Война кругом, кругом вражда. Должны вы сердце изменить и хлеб с голодным разделить. Отец сказал всего лишь раз. Я жизнь свою отдал за вас. И вы должны всем помогать. Чужую боль воспринимать. Врагов любите, одевайте. Другие страны посещайте. Где есть нужда, туда идите, а помощь от других не ждите. Где надо, там и помогайте. Миссионеров посылайте. Чем больше вы людей спасете, на небе милость обретете. Кто может ездить, поезжайте. А другие их благословляйте. Награда не заставить ждать. Вот что хотел тебе сказать. Вы моя церковь, мое тело. И поступайте везде смело. Не будете стоять с протянутой рукой, если пойдете вы за мной. Как хорошо, что встретился Христос. Ответил он на мой вопрос. Здесь, на земле, пока живем, должны мы раствориться в нем. Пока есть сила, жизнь, дыхание. Пока на сердце есть желание. Пойдем туда, где есть нужда. Ведь помощь наша им нужна. Бог, Он все видит, Он все знает. Царей снимает, оставляет. Америку Бог может исцелить. Нам, церковь, надо свято жить. Он ради избранных дни злые сокращает. Он ради избранных и землю освящает. Нам надо избранными быть. Как это сделать? Да по Писанию жить. Бог ради церкви чудеса творит. Он президента может возвратить. На землю изливает Дух Святой. Живи по совести. Поток живой. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова